Всем привет, друзья! Вы на канале PlayJackson, и сегодня мы с вами продолжаем катать карьеру за Андрея Лунина. А перед началом этого ролика я хочу вам порекомендовать своего партнёра, продавца монет Георгия Репина. У него самый выгодный курс, быстрой доставки и всё максимально надёжно. Также у него есть уникальное предложение для всех тех, кто хочет заработать, играя в любимую игру. Переходи по ссылке в описании, задавай свои вопросы, но не забудь сказать, что ты пришёл от PlayJackson, за это ты получишь приятный бонус, а мы начинаем. Так, друзья, как вы уже видите, ёлочку я собрал. Правда, без верхушечки, но то ничего. В прошлом году разбили, сорян. Может, кто хочет подогнать, приму с удовольствием. Спустя 4 матча в Ла Лиге Испании, Легонес занимает 7 строчку, набрано 6 очков. Кто не смотрел предыдущий выпуск, приходите, смотрите, ссылочка будет также в описании. Так, почти задачи все мы выполнили, но в сухую так мы ни разу не сыграли, к сожалению. Минимум 1 победа в сухую, но я думаю, за эти поединки-то мы справимся с этой задачей. Так, ну, совсем, в принципе, всё понятно. Стартует этот матч, Андрей Лунин в воротах и, блин, какой же красивый пейзаж. Как же круто сделана Испанская Лига в FIFA 19. Просто смотришь и получаешь удовольствие от самой картинки. Так, атака у наших соперников. Подача. Подстраховал защитник, браво. Подача. Удар поворотом мимо. Проверь. Удар поворотом, мяч еле докатывается до Дмитровича. Ой-ой-ой-ой, да что такое, чё я опять привожу, чё я опять привожу? Но зато плюс 1 сейл. Удар поворотом, Андрей Лунин. Забирает и сразу же вводит мяч в игру. Лунин. 6,9 уже оценочка нам накапала. Хотя сыграно 32 минуты игрового времени. Вот сейчас может быть очень опасно. Мимо. Вот такая вот встряска была для нашей команды под конец первого тайма. Но я надеюсь, что во втором тайме мои ребята включатся и смогут показать достойную игру. Хороший пас. И проходит. Поддержать нужно угловой. Ну, хотя бы так. А. 10 минут. Главное теперь не пустить. У меня синдром последних минут присутствует. Удар. И здесь Лунин спокойно забирает мяч в свои руки. Подача. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 5,90 минута. Ну, камон, чуваки. Ну, так не бывает. Да, я мимо мяча пролетел. Ну, ладно. Вот такая вот доля вратаря. Тащишь, тащишь весь матч. А потом пускаешь один гол. И всё. 7,3 рейтинг матча. Но всё же печаль беда. Бойко, переодевайся. Мы тебя узнали. Следующий матч у нас против Барселоны. Играем мы у себя дома. Но против таких грандов нужно заявлять о себе. Старт этого поединка. Леганес принимает у себя дома Барселону. Ну вот, ну скажите как. Ну скажите, в чём моя вина здесь? Просто расстрелял Видаль. Подача прям на ногу. Сам стоит. Один. Один стоит. И спокойно катит. Да, камон. Ну чё ты? Спокойно. Нас так просто не обманешь, бро. Первый таймсчёт матч 1-0. Пока мы проигрываем. Но может всё-таки сравняем. По крайней мере я в это надеюсь. На противоходе вообще пробивал Луис Суарес. Повезло нам, что он не попал в створд. Подаёт. Ну же. Камон. Ну. Да ладно. Таких моментов может вообще у нас уже и не быть. Потому что осталось играть, ну, по хорошему минут 15. Нужно было решать. Опасно? Нет. Понемножечку от матча к матчу я набираю уверенности. И вот так вот ещё даже тащим. Спасибо защитнику. Я не знаю, где был защитник. Почему он его не крыл? Согласен, я там прощёлкал. Ну, сука. Ну вот смотрите, дали пробить. Да не, ни хрена не я. Да ещё и эти не забивают ни хрена. Как мы выиграем, если мы не забиваем, скажите? То, что пропускаем, то одно. Ну, а не забиваем. 2-0 поражение и... Опять неприятно. Опять неприятно вот так вот сливать. 7-1 рейтинг за матч. Уже провели мы 6 матчей и у нас 6 очков. 13-я строчка, но... Скорее всего, что мы опустимся ещё ниже. Потому что в некоторых команд вообще по 5. А в некоторых даже и 4 матча. Матч против Бетиса. Мы играем на выезде. И я уже хочу отстоять на ноль. Отбил, отбил, отбил. Кто молодец? Я молодец. На пятой минуте мы ещё не пропускали. Ну и пока не пропустим. По крайней мере, в этом матче уже точно. Спокойно, ребят. Я всё контролировал. Вот сейчас опасно. Вот сейчас жопа полная. Лунин. Блин, я уже не хочу пропускать в этом поединке. Вот сейчас это вообще будет не кстати. Потому что мы проводим очень хороший матч за первые 20 минут. Если бы не мы, уже два гола сидело бы в наших воротах. Подача с углового. Хорош Лунин на выходе. Хорош Лунин. Сколько уже сейвов мы сделали, чуваки. У нас намечается просто идеальный поединок. Как отлегло. 31-я минута матча. Мы выходим вперёд. Наконец-то прошла подача. И уже наш нападающий опередил всех защитников и перевёл мяч в сетку ворот. Мы примерно такой же гол пропустили в предыдущем матче против Барселоны, когда нам Бускет забивал. Отлично. Первый тайм мы не пускаем и забиваем 1-0. Пока побеждаем Бетис. Готовимся ко второй 45-ти минутке. Хорош. Ещё одна отличная атака от наших ребят. Но, к сожалению, вратарь смог среагировать и зафиксировать намертво этот мяч. Ещё один сейв. 7,4 оценка уже. Подача. Боже мой. Гарсия нас прощает. Совсем немножечко не хватило игроку Бетиса, чтобы поразить цель. Я этого, конечно же, не хочу мимо. Я надеюсь, что всё уже. Это будет последняя атака в этом поединке. Подача. Удар! И как вратарь тащит! Боже, какой же сейв шикарный. 2 минуты добавил арбитр. Подача. Удар! И опять вратарь. Отлично, ребят. Я вас всех поздравляю. Первый поединок, который мы сыграли на 0. Рейтинг матча 7,9. Поймана 3. Отбита 3. Шикарный матч. Так, в сборную нас пока ещё не вызывают. Но мы над этим усердно работаем. Итак, друзья. Домашний поединок против Райо Великану. Эту команду нам по силам обыграть. Поэтому соберёмся сейчас с мыслями, силами и сделаем важную победу для всех зрителей. Ну и, собственно, для всего клуба. Заброс. Первый. Хорош пробил, но слабо. Подача. Зарешать нужно. Ещё туда продли. Вратарь забирает мяч в свои руки. Опасно. Опасно. Около наших ворот подача. Ух. Повезло, что никто не подставил свою голову. Зачем Лунин прыгает? Я ничего не нажимаю. Пробить. Хороший удар из штанга уже спасает наших соперников от явно пропущенного гола. В атаке соперники. Под удар. Опять ложатся под мяч. Хорош. Боже мой. Лунин уже ладошечкой. Как же он среагировал. Ну, нормально. Подстраховочка сработала. Как работают мои защитники? Первый тайм счёт в матче 0-0. Мы стоим стеной. Всё у нас пока получается. И это самое главное. Нет, братан. Слишком просто для Андрея Лунина. Отличный заброс. Подача. Давай, готовь. Ну! Решай! Да ладно! Проверь. Так как же так? Лунин! Ты что, дурной? Играет с огнём, мои ребята. Игра закончилась со счётом 0-0. Не самый яркий поединок, который мог только быть. Рейтинг матча 7-1 пойдёт. Лунин не пропускает, ребят. Ну, конечно, пора уже привыкать. Второй матч подряд мы стоим на 0. И это не может не радовать. В общем, друзья, вот так вот и заканчивается этот выпуск. Четыре поединка мы сыграли. Два поражения. Одна победа, одна ничья. Было всё в этом выпуске. И красивые сейвы. И игра на 0. И обидные поражения. Один даже... Ну, привозик был. Ладно, окей, признаю. В общем, друзья, если вы хотите, чтобы карьера за Андрея Лунина жила на нашем канале, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Подписывайтесь на нашу группу в ВК. Все нужные ссылочки будут в описании. А с вами был PlayJackson. А с вами был PlayJackson. До скорых встреч. Пока.